Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня тема нашей программы – конфликты на рабочем месте. Эту тему раскрыть я пригласила Артема Скобелкина, кризисного психолога и психотерапевта. Артем, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте все радиослушатели, которые слышат нас в данный момент. И которые будут слушать нас в записи. Это тоже возможно. Итак, друзья, есть такая шутка у англичан, что умение ладить с людьми приходит от усталости в конфликтах, когда ты эту усталость уже испытал. Как часто человек современный сталкивается с конфликтными ситуациями? Вот вы о себе можете немного рассказать через призму этих конфликтов? Да, мне кажется, вообще, если мы сразу же сначала возьмем очень глубокомысленно, что вообще проблема современного общества даже не в том, чтобы испытывать какое-то уважение к другим людям, а в том, чтобы понять, что каждый из нас важен, вот каждый прямо вообще. И когда мы начинаем это понимать, то у нас первый, следующий разумеющийся вопрос – как так он важен, если важен здесь я? И кто он вообще такой, чтобы быть таким же важным, как я? И вот когда мы начинаем даже не просто соглашаться на то, что он тоже важен, а понимать, что он равнозначен нам, равноценен нам, то вот тогда начинается не просто жизнь, а какая-то такая каждодневная духовная практика. Да, и ее надо пройти. И ее надо пройти, и этим путем надо идти, и результаты, плоды этой практики, они будут уже встречаться на следующий день. Ну а если, Артем, человек не занимает такую позицию, позицию роста, а наоборот, он считает, что все, вообще должно крутиться около меня, и я такой весь конфликтогенный, понимаешь ли, теперь вот как хотите, так и принимайте меня, как хотите, так и поедайте меня. Ну, дело в том, что мы находимся в общей жизни, да, и поэтому если мы не готовы принимать правила этой жизни, то жизнь сначала мягкая, а потом достаточно жестко будет говорить, друг, ты можешь считать, как хочешь, но так как ты находишься здесь вместе с нами всеми, этот будь добр, пожалуйста, нашим правилам, этим общим, благостным для всех правилам, либо соответствовать, либо, ну, довольствуйся тем, что у тебя есть, исходя из твоего отношения к другим людям. Да, и в итоге получается, человек действительно устает от конфликтов, потому что конфликт внутри себя происходит, конфликты на работе, конфликты в семье, да. Мы сейчас не будем усугублять прямо эту картинку, а попробуем нашим слушателям уже рассказать, как же правильно, да, или как лучше, как правильно слово подберем. Вообще можно ли жить без конфликтов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходима такая буквально 30-секундная теоретическая лекция, да, подготовка. Дело в том, что мы в современном мире, да вообще мы, просто начинаем путать конфликты и ссоры. Вот без ссор жить возможно и, скорее всего, нужно жить без ссор, потому что это показатель, ну, наверное, грамотного отношения к другим людям. А вот без конфликтов жить невозможно, потому что нам всем хочется одновременно в какое-то одно место зайти, взять что-то, чтобы мы подходили, например, к кассе продуктового магазина, и никого перед нами не было. А продавец сразу бросался к нам и говорил, вот вам чек, вот вам скидка, и вот вам какой-то купончик, жетончик и прочее. Ну, мы же все знаем, что вечером такое, ну, это редкость, наверное. И поэтому это конфликт интересов, столкновение интересов. Но будет ли из этого, произойдет ли из этого ссора или нет, зависит как от нашей воспитанности, как от нашей понимания вообще устройства мира, так и от того, насколько мы заряжены, разогреты изначально. Вот если мы изначально такие все взлохмаченные, психологически взъерошенные, ехали-ехали к этому магазину, нам мешали, подрезали, толкали, кто-то нас еще показал пальцем у виска, что мы не самые умные люди, и мы зашли в магазин, а там тоже самое, то, конечно же, до взрыва у нас остается буквально полсекунды, и любое неосторожное слово кассира или любого другого человека в наш адрес, и все, ссора, ссора и ссора. Итак, конфликт – это своего рода столкновение. Конфликт – это столкновение, причем не просто столкнулись, а столкновение взаимоисключающих интересов. И у нас у самих-то внутри себя есть внутренние конфликты. Что уж говорить о столкновениях с интересами других людей? Артем, а вы замечали, что есть определенный типаж людей, которые, где бы они ни были, они всегда конфликтуют. А есть люди, которые всегда мягко обойдут эту ситуацию, любую ситуацию, какой это бы ни было, и кто из них прав? Я, наверное, сейчас не буду делить весь мир на двоечников и отличников, потому что и тот, и другой путь. Важно только понять, чей это путь и почему этот путь человека, почему он его выбирает. Дело в том, что любая ссора, мы от конфликта будем немножко отходить, любая ссора, которая возникает между людьми, она вызывает такое одномоментное просто повышение напряжения. И вот это внутреннего и внешнего напряжения, от которого некоторые люди начинают почувствовать себя, как ни странно, хорошо поругались, всех немножечко подзаводили, и сам такой заведенный, заряженный взял и ушел красавцем из этой ситуации. Почему? Потому что человек нуждается во внешнем, как, знаете, аккумулятор на морозе, нуждается во внешнем участии в своей собственной энергетической жизни. А есть и люди, у которых изначально все хорошо, и их заряд батареи всегда 99-100. И им нет необходимости кого-то драконить, кого-то как-то подтыкивать для того, чтобы понять, что ты, наверное, значим, ты, наверное, уважаем. Он изначально чувствует, что все достаточно комфортно. И вот как раз таки, когда встречается первое с последними, то вот эти вот люди, у которых все хорошо, у которых все плохо, то обычно у тех людей, которые пытаются как-то выжить из первого по максимуму, ничего не получается. Ничего не получается. Не по зубам, да, иногда становится? Не по зубам, да. Тот человек говорит, ну что ж, это тоже твое видение. И все. И идет дальше своим путем. И идет дальше своей дорогой. Хорошо. Ну, чаще всего, вот судя по тем сообщениям, которые ко мне приходят, очень часто бывают как раз ситуации, когда описывают, я пришел на работу, и вот там, если в семье у меня все более-менее хорошо, вот там, на работе, меня там достал заместитель начальника, там мастер, еще кто-то, и вот он ко мне прикапывается, и я пытаюсь себя каким-либо образом сдержать. Но до конфликта вот остались, как говорится, считанные секунды. Итак, давайте разберем вот эту ситуацию, конфликт на работе. Никто не застрахован от этого абсолютно. Ну, конечно. Дело в том, что вообще наша работа, она сейчас все больше и больше так стремительно занимает все наше время нашей жизни. Когда мы работаем по 8, по 9, то и по 10 часов в жизни, то на саму жизнь остается очень мало времени. И вот эти вот рабочие отношения, рабочие отношения с теми людьми, с которыми мы на этой работе находимся, почти перестают в жизненные отношения. И хотелось бы, чтобы эти все люди, я подниму палец, и все смотрели на меня. Я кашлянул, и все говорят мне, там, будьте здоровы, или надо ли вам аспиринчику, или выключить ли кондиционер, да, убавить, перевести в режим Доминиканской республики, например, да. Вот. Что касается конфликтов на работе. Так как мы говорим сегодня о рабочих конфликтах, то, конечно же, это задрагивает всех. И тех таксистов, которые едут и слушают нас, да, потому что они находятся на работе. И тех мам, которые одновременно, держа ребенка на руках, набирают в интернете о том, что они продают очередную какую-то вещь для ребенка. Это все работа. И те люди, с которыми мы сталкиваемся, они как раз-таки нас начинают злить только потому, что мы так к ним начинаем относиться, либо только как к нашим сотрудникам, как к нашим подчиненным, либо как к нашим подопечным каким-то людям, и ожидаем от них чего-то. И вот эти ожидания, они есть у каждого из нас. И когда каждый ожидает от другого что-то неговоряемое об этом, и плюс эти ожидания не подтверждаются никак, как возникает вот эта взаимная наэлектризованность. Но все конфликты мы можем... Буквально про работу, да, мы говоря... Буквально говоря про работу, все конфликты делятся на четыре типа. Во-первых, это конфликт с начальством, конфликт с подчиненными, это конфликт с теми сотрудниками, которые рядом с нами есть, и конфликт на этой работе с самим собой. Когда человек работает, работает и понимает, что кроме денежного удовольствия, удовольствия у него ничего нет. И он начинает потихоньку как-то себе это компенсировать. Компенсировать либо скандалами, либо утащенными домой по сантиметрику каждый день бумаги и снегурочки, компенсируя себе это удовольствие. Ну, то есть как-то вот так. Давайте мы будем с вами говорить именно про подчиненных, про начальников, про сотрудников, про этих. Хорошо. Вы задали вопрос, да, как быть с подчиненным. Как быть подчиненным правильно. Когда ко мне приходят на консультацию люди и говорят, вот мой начальник абсолютно не вникает в мою ситуацию, он не идет мне навстречу. Приходится напоминать, что вот если мы общаемся как люди, как два человека, то, конечно же, можем идти навстречу. Но если ты подчиненный, то, пожалуйста, иногда вспоминай, что ты под чином, что ты подчиняешься и что ты этому чину, который находится над тобой в плане карьерного, в плане даже служебной лестницы, ты выполняешь эти какие-то его указания, его задачи. И не обязательно тебе должны разрисовывать на бумаге А первого формата, что, зачем и для чего. Вот это такая необходимость. По сути, ты подписывая трудовой договор, соглашаешься с тем, что ты будешь выполнять задания. Конечно же, это не должно быть чем-то таким чрезмерно патологическим по поводу того, что ты сейчас живешь на работе, и мы тебе разрешаем только цвет спальника выбрать на этом рабочем месте. Но все-таки необходимо понять, что вы, конечно же, равноценны, но неравнозначны. И вот соблюдая эту субординацию, действительно, мы увидим, что начальник не настолько плохой, как мы о нем думаем. Подчиненный не настолько глупый, как его изредка считают. Просто у нас друг от друга есть ожидания. И не принимая эти ожидания в расчет, мы вынуждены как-то натыкаться на то, что нас считают плохими людьми. То есть все-таки сначала мы видим друг в друге людей, а потом мы понимаем, что мы на разном фронте работы. Вот тут-то начинается неразбериха, потому что мы хотим, чтобы нас видели людьми. Но когда мы заходим в магазин и видим, что другой людь, который чего-то нерасторопно делает, он не торопится нас обслужить. Мы начинаем говорить, что я прав, я должен, почему ты? То есть мы хотим, чтобы нас воспринимали как людей, из большой буквы L. А сами иногда об этом забываем. И вот и возникают различные такие взаимные неприятия друг друга. Хорошо. Вот тогда давайте поговорим. Я сейчас хочу с точки зрения клиента. Вот я клиент, который, как всегда, прав. И хочет, чтобы меня... Я хочу, чтобы меня прям вот таки обслужили по полной программе, чтобы я ушла довольная из этой организации. Но мне не нравится все, что вы делаете. Как вы на меня смотрите, как вы мне улыбаетесь, как вы медленно подписываете, что-то делаете с документами. А у меня ведь, знаете, ожидания есть определенные, да? И я чувствую, что сейчас я готова войти в этот конфликт. И вообще я агрессор. Я начинаю на вас там шуметь, придираться, кричать, требовать, да? Как человеку справиться с таким вот клиентом? Вопрос очень широкий, и я постараюсь как-то так ответить, чтобы это было и полезно, и, собственно, являлось ответом на этот вопрос, да? Дело в том, что я, ну, я так, по роду своей деятельности часто общаюсь с руководителями организаций, из больших организаций, малых организаций, то есть руководителей, тех людей, которые несут ответственность за своих подчиненных, и которые действительно принимают решение, а прав ли клиент в данный момент или не прав. И, наверное, я не встречал ни одного человека из них, который бы точно мог сказать, что клиент всегда прав. Потому что, знаете, есть такая даже уловка, клиент всегда прав, но если клиент не прав, то это, если он не прав, то не наш клиент. Потому что есть какие-то принципы, есть какие-то организационные моменты, когда люди нуждаются, да, в клиентах, и поэтому они вот в этом приоритете выбирают все-таки правоту клиента, а не продавца. Но все-таки люди, которые действительно работают в бизнесе, которые действительно что-то понимают в этом, они говорят о том, что если мы идем на поводу у одного, не совсем лояльного к нам клиента, то получается, что мы пойдем на поводу у всех у клиентов. Поэтому давайте вначале я во всеуслышание заявлю такую, не знаю, крамольную мысль, клиент не всегда прав. Не всегда. Есть даже четыре ситуации, в которых этот клиент не прав. Озвучите. Четыре ситуации. Независимо, это клиент в салоне такси сидит или он зашел, например, в какой-то богатейший и такой дорогой бутик белоснежной какой-то там мебели. Четыре момента. Первое, он неправ, когда он оскорбляет продавца. Этого никогда не надо позволять, да? Я расскажу о том, как с этим себя вести. Второе, когда он нарушает закон определенного места. На примере такси, когда он заходит со своим кальяном, да, и у него во все стороны падает уголь, да, и он говорит, ну, я же клиент, собственно. Третье, когда он нарушает определенные условия сделки. Когда он говорит, да, я возьму это молоко, но продайте мне его, пожалуйста, по цене вот этого маленького, не знаю, спичек или зубочистки. Я же вам делаю должение, что я пришел. А четвертое, когда он начинает вдруг, не удовлетворившись собственным каким-то сделкой, начинает отговаривать всех других людей о том, что это очень плохая организация, не смейте туда ходить. То есть он таким образом влияет на судьбу организации, на судьбу других людей, и вот это точно не разрешаемо. Но продавец он потому и продавец, что он умеет отличать. И на наших курсах мы обучаем людей, которые связаны напрямую с деятельностью человек-человек, видеть конкретно проявления человеческие и проявления клиентские. Потому что, вот, например, на Западе сейчас достаточно широко получают такое распространение термин потребительский терроризм. Когда человек заходит и говорит, я здесь царь, я для меня все это делается. Но равноценные, но неравнозначные. И вопрос в том, что нормальный, действительно, продавец, который знает основы каких-то психологического взаимодействия между людьми, он, конечно же, сможет выдержать любую нападку, любые нападки, наверное, правильно сказать, того человека, который пытается здесь, как мы говорим, качать права. Почему это происходит? Почему клиент, заходя, вдруг одевает эту корону, которая упирается в потолок и говорит о том, что я, я, я и других у тебя клиентов быть не должно. Я же тут соизволил поинтересоваться, почем стоит эта сумочка по акции за 199 рублей, например. И это потому, что вот внешних наших проявлений мы одни из многих. И нам ужасно хочется попасть в то место, где на трон сяду я. И когда это мы заходим в магазин и все начинают смотреть на него, как на действительно человека, который может сейчас принести счастье в их несчастную организацию, то и, к сожалению, продавцы сами иногда дают возможность покупателям чувствовать себя чуть выше, чем они должны себя чувствовать. Ну, в некоторых компаниях это философия даже, да? Это философия разбивается о практиковом. Потому что рано или поздно вот такой бизнесмен-философ, он сталкивается с тем, что ему необходимо идти к психологу с вопросом увольнять достойного продавца, либо идти на поводу у слегка шельного, но клиента. Хорошо. Двигаемся дальше. Что у нас получается? Значит, вот в этих четырех моментах, да, клиент всегда неправ. Нет, он не всегда неправ. Он просто неправ, когда он вдруг начинает сокраблять продавца. Вот знаете, например, пример из практики. Наверное, мне можно так и говорить, да? Можно. Если бы вы знали, сколько внутренней раздраженности появляется у продавцов-кассиров в любом из продуктовых магазинов только от того, что покупатель бросает им деньги на лоток. Он просто бросает. Независимо от того, случайно он бросает. А продавец, он же живой человек. Он чувствует вот это пренебрежение. И после этого всего внутри ему нужно сказать спасибо за покупку. Спасибо. Нам же всем говорят спасибо за покупку. Стиснув зубы, играя жиловаками, нам говорят спасибо вам за покупку. Есть. То есть эти люди, они действительно, у них тоже духовная практика. Они вынуждены делать для нас что-то, получая за это, ну, наверное, не совсем соразмерную оплату, но все-таки получая за это какую-то оплату. Так вот, для того, чтобы, ну, ведь, я думаю, все согласны с тем, что продавец-кассир к вечеру, он выглядит, ну, да, как продавец-кассир с утра, который пришел. Потому что сверху он такой замученный, такой затюкан, он весь такой, только бы, скорее, ему, знаете, синдром картошки, лечь в темный уголок и немножко полежать. Ну, как хорошо звучит. И вот здесь вот, когда, представляете, сейчас вот с этого дня я попрошу, ну, наверное, я хотел бы, чтобы все прониклись, и я попрошу всех людей, которые нас сейчас слышат, в момент, когда вам продавец, уставший продавец с красными глазами, будет отдавать покупку и говорить спасибо вам за покупку, повернитесь к нему и скажите спасибо за продажу. Просто попробуйте, вы увидите, как сначала ему будет неловко, а потом ему будет благодарно, а потом ему будет приятно, потому что те моменты, которые вот, которых очень мало в их жизни, они только обслуживают, да, и когда мы говорим, что ты обслуга, а я царь, которого надо обслужить, это в очередной раз нас сталкивает вместе, потому что, как ни странно, как нам непривычно это служить, но у продавцов тоже есть чувства, у них тоже есть свои мысли, у них есть свои амбиции, есть свои какие-то переживания. И когда мы на это всё наступаем, мы неправы. И это одна из трёх ситуаций, когда клиент неправ. Не всегда, но неправ. А как себя вести в остальных ситуациях, вот если вот он приходит на твою территорию со своим устоем и начинает качать права? Дело в том, что здесь необходимо понимать, кто к тебе приходит. Вот помимо психологического, у меня есть медицинское образование, я какое-то время ездил во время практики на машинах скорой помощи, я видел, как всё это происходит, и, конечно же, я видел те разочарованные лица врачей, которые спешат на помощь, а им в ответ говорят, где вас черти носят, почему вы тут без бахил, куда вы леете, ну, то есть вот такие вот ощущения, когда ты хочешь помочь, тебя с порога встречают вот этим ушатым, не буду говорить чего, собственно, да. И нужно понимать, к кому мы едем, и что мы ждём. Я думаю, что сотрудники колл-центров, любого оператора, да, и любого магазина, они, ну, должны быть готовы к тому, что к ним позвонят с претензиями. Я не думаю, что кто-то из нас здесь присутствующих звонит в колл-центр, чтобы поблагодарить, сказать, ребята, такая связь, такая связь у вас замечательная, спасибо вам и всего доброго. Нет, мы звоним и говорим, что происходит, почему так. Сразу с претензией. Не конкретно этот человек, там, выключил рубильничек, чтобы у нас стало на два, там, деление меньше. Но он должен понимать, что звонит возмущённый человек с претензией не к нему конкретно, а с претензией к организации. И он внутри этой цепи между молотом и наковальней должен так сделать, чтобы молот этой наковальни не коснулся, и всё разрешилось более-менее благополучно. Конечно же, можно уйти в самое начало, да, в психологическую вот эту вот характеристику, что в каждом из нас есть родители, взрослые, ребёнок. И не всегда к нам человек, обращаясь за помощью или говорит с позиции взрослых. К нам иногда говорят с позиции ребёнка капризничая, с позиции родителей властная. Милочка, дайте ко мне вот те что-нибудь. А нам же, мы же взрослые люди, нам же хочется сразу поставить на место и сказать, в смысле, что вы себе позволяете, я тоже человек. Ну и тут тоже включается, смотря какая, да, твоя субличность. А если ты ещё изначально подзаряжён вот этот, разогрет, то, конечно же, тут ссоры не избежать. Вот конфликтов много, а вот умение не переводить конфликт, а наоборот разрешить его, это, по сути, этому мы и обучаем тех продавцов, тех людей, консультантов, тех даже операторов колл-центра, которые обращаются к нам за учёбой, что ли. Артём, есть ли клиент, бывает такое, что вот я к вам пришёл, остался недоволен, но я теперь буду методично ходить и каждый раз оставаться недовольным. Как этого человека нейтрализовать, но при этом, да, оставить, как говорится, свою фирму на плаву? Я бы не хотел обсуждать в эфире этой станции, как нейтрализовать людей. Как сделать так, чтобы этих людей не было в нашей сфере. Наоборот, нужно каждому так коснуться его души, чтобы он вдруг расцвёл и понял, что он на самом деле хороший, замечательный человек. Ведь смотрите, почему мы вдруг грубим? Мы же в глубине души, все из нас, ну, каждый из нас хороший человек. Поднимите руки тех, кто плохой. Никто не поднял, да, я думаю, хоть я не вижу наших радиослушателей. Все мы думаем, что мы хорошие. Но, представляете, если я что-то купил, пришёл домой, а там срок годности закончился ещё год назад, да, и мне, с одной стороны, я должен идти ругаться, а с другой стороны, ну, как-то же неудобно. И ты терпишь, набираешься смелости, а потом, когда попадаешь, ты вот эту вот смелость компенсируешь своей какой-то вот наглостью. Ты говоришь, чего вы мне тут подсунули, негодяи? А эти негодяи, они настолько совпавшими глазами уже не понимают, что и кто от них чего просит. Это уже очередная, да, которая по счёту. И основная задача, конечно же, это вникнуть в ту ситуацию, с которой приходит человек, и сказать, что это не только ваше, давайте вместе сейчас это всё сделаем. Потому что самое главное правило разрешения конфликта в том, что мы не свою линию гнём дальше, а пытаемся понять, а почему человек имеет наглость думать, что он прав. Ведь когда два человека ссорятся, ругаются, прыжутся слюной и друг друга пытаются кинуть чем-то тяжёлым, каждый из них считает, что он прав. Каждый. И вместе с этим каждый думает, что другой не прав. А вот это уже противоречит. И надо понять, почему этот нохал думает, что он прав. И попытаться вникнуть в его картину. И вот когда мы понимаем, что он тоже прав, вот тогда есть место для диалога и для решения этой ситуации. Потому что к любому решению нужно приходить. Это значит, что оно готово, а его нет. Нужно решить, как сделать так, чтобы и тебе, и мне, и вашим, и нашим. И при этом иногда на это уходит время, да? Ну, это очень важный момент. На это и нужно тратить время, потому что это же интересы другого человека, и наш интерес. Как бы мы ни говорили о том, что продавец он король, или там клиент он король, это действительно сфера услуг. Сферу услуг должны идти эти люди, готовые к тому, что их жизнь превратится в служение, что их профессия будет в служении. Служение даже тем людям, которые изначально вот чем-то обозлены, изначально не забежали в этот магазин антидепрессантов, и кричат, и плюются. Это нормально. Потому что все люди заходят такие напряженные. И вот если мы одним словом, двумя предложениями, могли немножко человеку успокоить и продать то, что он пришел купить, это показатель того, что ты достаточно хороший торговец, ты хороший продавец, и, ну, то есть ты выбрал себе призвание правильно. В этом задача. Хорошо, Артем, вот можно ли, так как у нас программа называется «Практическая психология», можно ли какие-то практические такие моменты, ну, вот, может быть, из жизни, из вашей практики, да, каким образом, вот когда человек осознает, что вот он сейчас попадает в эту самую конфликтную ситуацию, каким образом он оценивает эту ситуацию, но ему нужно время для того, чтобы понять, я сейчас действительно в конфликт вхожу, или же я еще в состоянии его вовремя остановить. Как, как, какими способами можно человеку... Здесь даже важнее переход не вхождение в конфликты, а переход из... Одна комната – это конфликт, а другая комната – это ссора. Да. И вот в коридорчике между конфликтом и ссорой нужно поставить стульчик, сесть и сказать, что происходит. Пример из жизни. Одна девушка, работая в одном, в одной солидной, серьезной, достойной организации, ну, у нее такая непереносимость к табачному дыму. Но каждый раз, идя домой или идя на свидание, она проходит через тот коридор, через ту личную клетку, где стоят и дымят ее любимые сотрудники. Ну, прям стоят и дымят так, что она без противогаза пройти не может. Вообще, есть три способа разрешения и этого конфликта в том числе. Расскажите нам. Первый способ, когда мы начинаем от конфликта отдаляться, и она говорит, ну что, я буду ходить по дальней лесенке. Не буду здесь ходить, то есть я человек миролюбивый, я буду ходить по дальней лесенке, по темной, неосвещенной, спотыкаясь обо всем, но зато нет конфликта. Второй вариант, когда она говорит, я решу это все сама. Она спустилась, набралась смелости, и говорят, негодяи, хватит травить всех дымом, знать вас не знаю, видеть вас не хочу видеть, и вообще, то есть, да, начинает кричать, топать ногами. А третий вариант, когда она действует через третье лицо. То есть, первый вариант – отдалиться, второй – решить самому, и третий вариант – через третье лицо прийти к начальнику и сказать, а знаете, что делает Игорь Степанович? И Степан Игорь сейчас, там, вместо того, чтобы набирать важный текст, они курят, курят, курят. Так вот, все эти три варианта, их можно решить как правильно, так и неправильно. Она же также может подойти и сказать, милые мальчики, дорогие мужчины, я, ну, она может повлиять на это все так, создать такие условия, чтобы они знали, во сколько она идет, они проветривали до ее прихода, да, или попросили создать им отдельную просторную комнату для торжественного курения, какого-то, да, такое. Вот, то есть, три основных способа, и решать любую практическую ситуацию можно ими. Единственная просьба, да, не спускаясь, говорить, что немедленно обеспечите мне свободный доступ к кислороду или проход, а понять, что на самом деле эта ситуация, она и для них важна тоже. Это те люди, которые, ну, им это тоже важно. И просто перечеркнуть их интересы, какие бы они ни были, там, хорошие, плохие, или не очень замечательные, да, тоже неправильно. Поэтому нужно учесть и то, и другое. И вот в этой ситуации будет решен этот конфликт. Не просто он будет проглочен, отставлен куда-то, забыт или забит в угол, да, а это будет действительно решенный вопрос, к которому больше приходить не нужно. Так вот, показателем решенности конфликта является то, что он больше не возникает, этих столкновений больше не возникает. То есть, ребята договорились раз и навсегда, да, и теперь и девушка довольная, и... Да, не то, чтобы мы посовещались, я решила, что теперь вы не курите, а мы договорились о том, когда, кто, где и по какой лестнице я когда хожу. Вот, собственно, об этом. Они же могут и фонариками подсвечивать ей. Конечно, при этом не куря, да. Артем, а вот есть какие-то, например, каждый человек, он не застрахован от того, что он сталкивается с агрессорами, да, я имею в виду, если говорить терминами конфликтологии. Есть ли какие-то такие шаблоны, фразы, которые, например, тебе, пока ты их, ты знаешь, их уже выучил, и они тебе дают возможность как раз передохнуть, чтобы оценить ту или иную ситуацию. Ну, например, да, например, на тебя кричат, и ты можешь, зная, что для меня это не свойственная ситуация, да, но я помню, что вот там Артем, психолог, психотерапевт, меня научил фразе такой, что, извините, я в таком тоне не разговариваю, да, пока я произношу это, я убеждаюсь, что земля из-под ног не уходит, и это еще мне дает время, я смотрю, как он будет реагировать, да, этот человек, агрессор на меня. Вот есть какие-то вот такие фразы, которые можно, ну, как-то заучить, порепетировать, потому что, смотри, для некоторых, вот для нас с тобой, да, войти в конфликт, выйти из конфликта, это еще интересно даже, да, а вот есть люди, которым, для них это действительно экстремальная ситуация, для них действительно, они потом еще как в Чехове будут полгода переживать, а потом этот конфликт не перешлить. Да, наша трудность в том, что мы не умеем конфликтовать, мы не умеем, мы сразу бросаемся в ссору, ах, ты так, ну, тогда получай паразита. Вот, это все получается, почему? Да потому что, на самом деле, мы бежим от конфликта, чуть что-то случается, нам кажется, что лучше этого избежать, лучше действительно быть, ну, таким, человеком, который вне этого всего, когда говорят, будь выше этого всего, мы вникаем. Но ведь на самом деле это не выход, правда, ситуация? Это не выход, потому что ситуация повторяется, а мы помним, что разрешение конфликта тогда разрешение, когда ее больше не повторяется. Так вот, мы не готовы решать, это именно вопрос именно такого, тренировки, именно психологической готовности к этому, потому что на наших курсах, которые длятся всего 6 часов, к концу человек готов, готов не просто разговаривать с человеком, кричащим на него, а готов взаимодействовать с ним так, чтобы этот кричащий в конце концов угодно сказал, спасибо, что единственный человек, который меня выслужил, такого кричащего, это вы. Но вы спросили о том, какая может быть рекомендация в этой ситуации. Да, есть ли какие-то готовые фразы? У меня, как у психолога, долго практикующего, есть два ответа. Давайте. Первый – вербальный, а второй – невербальный. Давайте расскажем об этом. Это о том, что мы можем сказать фразой, и что мы можем сказать не фразой. Когда человек на нас кричит, давайте сразу возьмем максимально серьезность, что он на нас кричит, брызжет слюной. Разумеется, мы обеспечиваем собственную безопасность, чтобы он нам не выкричал наши барабанные перепонки. Но первое, что нужно сделать в этой ситуации… И держим его на расстоянии. Да, мы как-то, да, на всякий случай… Мы никогда не знаем, какой длины руки. Какой длины руки, да. То есть первое, что нужно сделать, я рекомендую всем смотреть на глаза этого человека. В глаза? Смотреть в глаза этого человека, не корча при этом лицо, не изображая его того же, а просто посмотреть. И первое, что вы увидите у него, что его глаза, они похожи на глаза плачущего человека. Не важно, что кричат у него, не важно, что он кричит, не важно, что он говорит, но он испытывает те же эмоции, когда маленький ребенок плачет, когда ему что-то не нравится. И вот этот разрыв, когда вы увидите, что вот эта разница уровней, она вас вначале удивит. И вы поймете, что этот момент, в отличие от вас, спокойного, сейчас переживать не самый лучший момент. Он кричит, и одновременно в нем вот это вот возмущение, переходящее чуть ли не в состояние вот этой истерики. А второе, что вам необходимо спросить, нужно сказать, дорогой Егор или дорогой Игорь Иванович, или дорогой кто-нибудь, а можно бездорогой, можно сказать, я правильно понимаю, что дело вовсе не в этом? Когда нам кричат, что я устал есть твои холодные макароны, или сколько можно мне одно и то же, в понедельник, вторник и среду ты любишь жареную картошку, а в четверг уже нет, ну что-то вот такое, то можно спросить о том, что, знаешь, мне кажется, что дело ведь не совсем в этом, правда? И человек, вот когда он готов, он может, если не расплакаться, то он оценит, на самом деле оценит. И это видно, это подтверждается на каждом нашем занятии. Человек не ожидает, он же к чему готов? Он готов к тому, что сейчас на него будет бросаться. Как ты смеешь? Я не из того, что ли, не знаю, не из того учебного заведения, чтобы кричать на тебя, и сам человек кричит в этот момент. А когда мы просто вникаем и понимаем, что, ну, я вижу, что ты расстроился, но это слишком сильно расстроился, не по этой ситуации, значит, что-то другое. Так вот этот взрыв, понимаете, любое, вот когда человек долго не может это все высказать, а потом вдруг начинает высказывать, то эффект, когда мы чистим раковину, когда мы начинаем чистить, знаете, в начале, ну, я могу же в эфире говорить, волосы, этот запах, это вот все какое-то неприятное. Испугаться этого и убежать, сказать, что ничего не получается, было бы неправильно, нужно быть готовым к этому. Так вот разрешение конфликта, вначале эта пробка такая, да, эмоционально вылетает, а потом человек чувствует, что на самом деле его выслушали, и это уже такая важная степень уважения к этому человеку. И с другой стороны, еще буквально немножко, мы все стремимся к независимости. Мы говорим о том, что мы сильные, взрослые, самостоятельные люди, мы независимы от других людей, но вместе с этим мы крайне зависимы от эмоций других людей. Если нас хвалят, мы радуемся. Если на нас посмотрели косо, все, мы думаем, нас он уволит, почему он на меня так посмотрел, и мы с этим мыслью ходим днями, ночами. Так вот, есть такое правило. Если мы хотим быть независимы от людей, но вместе с этим, ну то есть мы хотим быть независимы от людей, но это невозможно до тех пор, пока мы от них зависимы эмоционально. Вот если мы понимаем, что независимо от того, кричит он, смеется он, хвалит меня или ругает, я нахожусь в своем состоянии, независимо от этого, то это показатель того, что человек эмоциональный и психологически зрелый. И он сам принимает решение, а не под властью вот этих эмоций, когда кто-то что-то про него сказал. Есть такая притча, когда один учитель с учениками шел по одним поселениям и рассказывал о своем духовном знании. И все его встречали с какими-то фруктами, и дарили ему цветы, одевали ему гирлянды из цветов, и говорили о том, что замечательно. А в одном из городов его встретили очень холодно, начали кричать оскорбления какие-то, его ученики тоже запаниковали, начали тоже злиться. И он сказал, вот знаете, нам в прошлом селении, нам дарили фрукты, но так как мы были уже, мы уже по завтракам ши, да, мы им сказали, что дорогие друзья, мы уже покушали, поэтому несите эти фрукты к себе домой. А сейчас, когда вы кидаете в нас вот эту брань и оскорбления, мы тоже их не можем взять, поэтому несите их, пожалуйста, к себе домой. И, конечно же, человек, который злится на другого, он мстит, в первую очередь, самому себе. Вот. Вот так, да, действительно. Хорошо, Артем, и в завершение нашей программы скажите, пожалуйста, у вас есть целый курс, на который можно прийти, и после этого быть действительно психологически подкованным, справиться со всеми теми ситуациями, которые жизнь подбрасывает тебе? Да, этот курс называется расконфликтизация. По-другому говоря, разрешение конфликтных ситуаций для сотрудников тех организаций, которые работают напрямую с людьми. Этот курс, он состоит, это даже не курс, это занятие, шестичасовое занятие, которое активно сейчас пользуется спросом не только в Кирове, но и в других городах, куда нас активно приглашают. И результаты видны. Вот, к примеру, совсем недавно мы проводили курс среди сотрудников колл-центра одного. Недавно я, к своему удивлению, проводил курс шесть часов с очень серьезными, брутальными мужчинами, которые сверлили меня взглядом. Я сначала думал, что это такие очень отважные силовики, которые меня слушают и внимательно все это мотают на уст. Оказалось, что это одно из организаций коллекторского взыскания, которые поняли, что силовым, ну, не действует. Кричать, угрожать, ну, уже не действует. А вот войти в положение человека, поговорить с ним так, не манипуляторски, а вникнуть в это и решить конфликт без ссоры. Вот это необходимо умение. И за эти шесть часов этого курса расконфликтизации, разрешения конфликтной ситуации сотрудники магазинов, продающих линолеум, магазинов, продающих обои, вообще любых организаций, работающих с клиентами, могут научиться и научиваются общению с конфликтными покупателями так, чтобы и сама организация имела с этого какую-то выгоду. Потому что один из разделов этого занятия, шестичасового, называется монетизация, монетизация претензий покупателя. Когда мы делаем так, чтобы человек, все выкричав, все высказав нам, в конце концов, получил товар, услугу и лояльного клиента. Поэтому вот этот курс, мы называем, шестичасовое занятие, оно такое продуктивное. Я прямо вижу по тем группам, которые проходят, что люди, научившись разговаривать с другими людьми, они это же умение несут к себе домой, к себе в соседское общежитие, где они живут, когда они умеют ладить. Потому что самое главное умение в нынешнем времени – это умение уживаться и ладить с другими людьми. И тогда, когда мы будем говорить, что наши две проблемы – это дороги и дороги, если будет взаимное уважение друг к другу, то ни дураки, ни дороги не приведут к чему-то катастрофичному. Все будет хорошо. Действительно так. И сегодня мы говорили о конфликтах на рабочем месте. И эту программу мне помогал раскрыть Артем Скобелкин, кризисный психолог, психотерапевт. Артем, огромное вам спасибо. Спасибо всем слушателям. Я желаю, чтобы у всех вас был мир в душе и лад в доме. И также вот со всеми людьми, с которыми вы общаетесь, чтобы все у вас было хорошо. И, пожалуйста, не забывайте говорить спасибо за продажу тем людям, которые вам что-то продают. Отлично. Всего доброго. До встречи. До свидания.